Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бизнес. Финансы. Редкими заболеваниями. Предположительно, в год это будет приносить бюджету 60 миллиардов рублей дополнительно. И, возможно, родителям детей, например, со спинально-мышечной атрофии, не придется собирать по всей стране по 500 рублей на укол стоимостью 150 миллионов. Идея эта обсуждалась давно. Коронакризис подтолкнул власти к этому шагу. Параллельно было, правда, предложение отменить НДФЛ для граждан с низкими доходами. Но на это государство не решилось. И эксперты полагают, что налог в 15% на доходы от 5 миллионов – пробный шаг. За ним может последовать расширение либо по ставкам, либо по суммам. Кировская область со своей зарплатой в 32 тысячи рублей в месяц – это по оценке Кировстата. Пока не будет особенно страдать, в год человек с такой зарплатой получит 384 тысячи рублей. До 5 миллионов далеко. Даже если он ни копейки не потратит и отнесет все в банк, он не подпадет под еще один новый налог на проценты по банковским вкладам от миллиона. Под это попадает более половины всех денег, которые лежат на счетах наших сограждан. Причем даже не один миллион надо иметь на счете. Налог будут брать, если вместе с процентами сумма этой цифры достигает. Причем на всех ваших счетах. Банки сами сообщат в налоговую о ваших миллионах, а она пришлет вам уведомления с расчетами. Первые выплаты начнутся в 2022 году. Государство рассчитывает получить так 100 миллиардов рублей, заберет все эти деньги в федеральный бюджет, хотя обычно НДФЛ остается в регионах. Но если кто-то решил зарабатывать больше и унес деньги из банка на биржу, то он рано обрадовался с 2021 года отмененной льготы по налогам с доходов по некоторым видам облигаций. 13% платить придется заработков по ОФЗ, облигациям регионов, корпоративным бумагам. С наступившим.